Дорогие коллеги, снова рад всех видеть, поскольку мы в регламенте вкладываемся, то я позволю себе, может быть, немножко дольше ваше время уделить. Хотелось бы поговорить о такой редкой патологии, достаточно редкой, и поэтому она часто просматривается или принимается за что-то другое, как амилоид. Обычная ситуация, это демоксидический пример, гипотетический такой, да, женщина 60 лет, у которой есть сахарный диабет второго типа, есть, наверное, артериальная гипертензия, то есть обычная наша стандартная пациентка с обычным стандартным букетом. Развивается у нее отечность нижних конечностей, при осмотре все симптомы застойной сердечной недостаточности. На эхо, полости сердца нормальных размеров, но имеет место снижения фракции выброса. Уже настораживает, что, да, если не осложненный гипертоник, у которого не было острого нарушения коронарного кровообращения, фракция выброса у них обычно хорошая, как минимум нормальная, а то и повышенная. При этом есть концентрическая гипертрофия, есть небольшой гидроперикат. И по поводу того, что она гипертоник, ей было выполнено ЭКГ, эхо, и видим вот такую картину. На первый взгляд, что бросается? Выраженные эхо-признаки гипертензивного сердца. Но если у нас есть гипертензивное сердце и есть гипертрофия миокарда, то это увеличение массы самих кардиомиоцитов. Поэтому мы хотели бы видеть вот такую вот ЭКГ, типичную для гипертензивного сердца. Высокие вольтажи, перегрузочная графика, тропонин, допустим, у нее отрицательный. Мы же, снимая пленку, видим вот такую картину. Уже не вписывается, правда, никакие индексы соколового лоёна и так далее, никаких вольтажных признаков. То есть вольтажи пазл не складывается, совершенно верно. То есть мы всегда помним о том, что ЭКГ у нас не единственный метод исследования, а все инструментальные методы газуровой лестницы, они взаимодополняют друг друга. И если они не совпадают друг с другом, то это явно уже не банальная патология. И естественно, что мы повторно оцениваем ЭКГ и, в общем-то, думаем о том, что это, наверное, какая-то, как минимум, инфильтративная кардиомиопатия. Итак, то есть в результате такой диагноз должен быть подтвержден биопсией, о чем мы поговорим чуть позже. То есть суть данного примера клинического сводится к тому, что утолщение стенок левого желудочка под данным ЭКГ не всегда отражает, означает гипертрофию миокарда, то есть увеличение массы именно кардиомиоцита. То есть это реакция миокарда на перегрузку давлением какой-либо природы. Это артация или артальный листонос, субартальный листонос, либо банальное повышение стойкой общепериферического сопротивления при артальной гипертензии. И если вольтаж основных желудочковых комплексов ЭКГ, он неадекватно низок, то следует всегда подозревать какую-либо инфильтративную кардиомиопатию, а не банальную гипертрофию миокарда вследствие известной банальной причины, или ГКНП, потому что при ГКНП тоже вольтажи обычно высокие. Мелодозом у нас сегодня называется достаточно критерогенная группа патологий, общих признаков которой от отложения в тканях и белках, от основанного белка в беофибриллярные структуры, который был описан еще великим патологом Рудольфом Верховым в середине 19 века. Когда он по-анатомически изучал вещество, откладывающее тканях при так называемой соединенной болезни, амиллез это крахмал. Классификация его достаточно обширная, и поскольку мы сегодня занимаемся с вами здесь визуализацией, я подробно позвольте на ней не останавливаться, нас интересует в первую очередь сердце. Что такое амиллоидоз сердца или амиллоидная кардиомиопатия? Чаще она развивается при идиопатической системной семейной кардиомиопатии. Обязательно, как правило, поражаются почки чаще всего, и старческой форме амиллоидоза. При первичном амиллоидозе амиллоид откладывается вокруг коллагена, в строме органов, что приводит к тому, что кардиомиоциты сами не увеличиваются. То есть это идет просто пробитка ткани этим белком, который приводит к тому, что миокарда толщается, становится плотным, абсолютно неподатливым. И мне доводилось однажды быть на секции пациента, умершего даже не однажды. Действительно, я можно описать, как резиновый мяч. Полость настолько миокарда жесткий, что полость зияет. Левого желудочка, да и правого по большому счету тоже. То есть в результате резко снижается податливость. И по сути дела, гемодинамически, по своей патофизиологии, это типичная рестриктивная кардиомиопатия, которая при этом имеет свою характерную, особенную структуру и внешнее проявление. Клиника, в общем-то, посмотрите, абсолютно не специфическая. АД у таких пациентов низкая, астротическая гипотензия. Все симптомы застойные хронической сердечной недостаточности. И настораживает в первую очередь то, что эти пациенты абсолютно рефракторны к привлечению. Как мы их не мочим, что бы мы их не назначали, они реагируют очень слабо. Очень часто развивается синдром слабости синусового узла вследствие амилоидной инфильтрации. И такие пациенты рано или поздно загружаются в абсолютно рефракторную сцену. У них срывается ритм, они начинают мерцать. И у них реже внезапная смерть умирает. У них, к сожалению, мучительно и постепенно. Но до определенного периода поражение миокарда протекает абсолютно бессимптомно. А затем она начинает, как снежный комб, винообразно нарастать. Главное, что специфически каких-то ярких особенностей в клинике амилоидоза сердца нет. Поэтому, честно говоря, я искал и не нашел какой-либо статистики по Украине. Но, по-моему, это количество заболело. И вот, опять-таки, предстоит изучить вопрос. Может быть, это мое личное впечатление, но все подтвержденные, случайно, амилоидоза, где-то порядка 80% это почему-то были уроженцы западных регионов. Добрый день, господин. А? Добрый день, господин. Боже, и так навыжбаны гибриды со следы. Вот. То есть, интересный вопрос, но не суть на сегодняшний день. Но поскольку прогноз амилоидоза абсолютно неблагоприятный, желательно его распознавать пораньше, чтобы раньше начали лечить, чтобы максимально продлить жизнь больного, во-первых, а во-вторых, а во-вторых, избавить его от новых осложнений, один такой грустный клинический случай, я вам покажу. Немножко об ЭКГ. Как и при ЭКМП, для ЭКГ при амилоидозе характерны разнообразные изменения, которые могут быть инфарктоподобными. Вот. При этом зубец Q, который обычно появляется, или QS, они глубокие, но неуширенные, в отличие от инфаркта миокарда. Вот. И самое-самое разнообразное амилоидоза сердца. Первое, что бросается в глаза, это низкий вольтаж. Поскольку на сегодняшний день, если больной идет в кардиологию, то им ЭКГ всегда выполняется эхо. Клиницист, увидев стенки по полтора сантиметра минимум, и низкие вольтажи, он уже должен подумать, а что же, как-то, что-то не то, правда? Вот. И надо задуматься. Вот. Еще пример. Это все пленки разнообразных наших пациентов, которые прошли через наши руки, у которых, в общем-то, был выставлен, не всегда подтвержден, почему мы об этом тоже поговорим, но в большинстве случаев все-таки подтвержден амилоидоз сердца. Вот, посмотрите, очень характерная пленка, это пациент с подтвержденным амилоидозом, который с 46-го года рождения. Поэтому на сегодняшний день ЭКГ у нас это ключевой метод в дифференциальной диагностике, но одновременно это может быть методом дезинформации, если у врача нету соответственной настороженности. Вот. Потому что можно, если фракция выброса сохранена, написать концентрическое и гипертрофическое кардиомиопатие, да, у пациента низкое давление, у него нету клапанных стенозов, а ордального нету врожденных пороков сердца, которые бы перегружали левое желудочное давление, а стенки толстые, и пишем концентрическое ЭКГМВ. Насколько мне не изменяет память, в институте сердечественной хирургии так и делается, потому что это не хирургическая проблема, и у них вопрос простой, оперировать надо или не надо. Вот. Особенность для такого пациента, в принципе, нормальная еще пока фракция выброса. Но есть все-таки францы, которые, если их помнить, позволят вытянуть этот диагноз достаточно легко. Ну, методы исследования исторической функции когда-то называли камнем розеттой, но мне кажется, что камнем розеттой можно назвать всю эфокардиографию, потому что это мультидисциплинарный сегодня метод, и по арсеналу всех имеющихся у нас инструментов мы можем гораздо более достоверно сегодня, не просто в B-режиме, используя все доклеровские методики, выходить на одну и ту же суть, которая нам говорит, один и тот же текст, написанный на разных языках, да. Это мне удалось прорваться через охрану Британского музея, поскольку этот зал уже закрывался, но я не мог его не сфотографировать. Итак, на какие же признаки нужно особое, сугубое внимание обратить? Во-первых, амилоидоз пропитывает все сердце, то есть диффузные изменения. Если мы говорим о банальной гипертрофии, то мы говорим о чем? О левом желудочке. Здесь же у нас все, посмотрите, вот это классический пример амилоидоза сердца. Там очень интересная была ситуация, звонят мне коллеги с двумя этажами выше и говорят, слушай, смотрим у странного пациента, старого знакомого, подойди еще, ты глянь, потому что мы не можем понять, что случилось. Я покажу тебе, история такова. Это сравнительно молодой мужчина среднего возраста, если не ошибаюсь, ему на тот момент было около 45 лет, поскольку он не мой пациент. Я успел только записать показательный случай. Водитель дальнобойщик по профессии, два года назад он лечился в институте имени Сторожайска по поводу банальной артериальной гипертонии. Ему там подобрали терапию, он ее дисциплинированно принимал. При том, что доктора его хорошо знают и помнят, они подняли самую документацию, смотрят, была умеренная гипертрофия. То есть стенки были где-то 1,2, 1,3, вот так вот умеренная. Но мы знаем сегодня, что если гипертоник правильно и дисциплинированно лечится, а он обождался, что он пил все таблетки и давление держал, то обычно наблюдается не грезгий гипертрофии, стенки утончаются. А тут он через два года приезжает и говорит, я задыхаюсь. Фракция выброса у него 62%, но при этом, посмотрите, очень индивидентно, лично спонтанный контраст в полости, что говорит уже об обороже на застое. При том, что он достаточно такой крепко сбитенький мужичок, и визуализацию мы обычно ожидаем не настолько хорошую. Вот, и оказалось, что он где-то путешествуя по своей работе, водитель фуры, где-то повредил себе, у него была открытая рана коленного сустава, и он тянул. То есть он ходил с хроническим гнойным гонортриком. Мы знаем, что очень часто, чаще специфическая, но может быть и банальная, гнойная инфекция может спровоцировать развитие амилой дозы, будет у человека соответствующая наследственная предрасположенность. Вот, посмотрите, когда я это увидел, здесь была классическая рестрикция. Посмотрите, все структуры сердца светятся буквально. То есть гипертрофия касается, например, не только левого желудочка, но и стенки правого. Посмотрите, она значительного толщина. Как-то ярко выглядят клапаны, правда? То есть межпредсердная перегородка, очень четко контурируется стенки предсердия. То есть это абсолютно диффузный процесс. Гипертрофия у левого желудочка обычно достигает выраженных значений от полутора обычно сантиметров. И больше в том случае у него были стенки уже по два сантиметра. У гипертоника, который дисциплинированно лечился, и у него прокрессирует гипертензия. Вот. И посмотрите, насколько она более выражена. Для сравнения у нас в левом углу, в верхнем, обычный банальный гипертоник. Это пациентка с подтвержденным амилоидозом сердца. Следующее. Для амилоидоза характерен, вот как людей не напередано, я сказала, характерен очень эхосигнал матового стекла. То есть для ГКМП характерен так называемый крабчатый миокард, то есть одиночное украпление. Это не обязательный признак, но вспомогательный, очень хороший. То здесь весь миокард аж светится. Здесь вы видите пациента с банальной, уже эксцентрической гипертрофией при декомпенсации амилоидоза. Но эхо-структура миокарда, в принципе, от обычного ничем не отличается. И сравнительно, сколько ярче и зернистее миокарда у пациента с амилоидозом. Глобальная сократимость. Хотя во большинстве источников пишут, что для амилоидоза характерна нормальная или судно-нормальная фракция выброса, но это на первых стадиях. Обычно у советского человека здоровье, это когда все болит, но силы не ходить к врачу и еще есть. Поэтому такие пациенты до нас доходят уже, когда у них манифестирует клиника, и рано или поздно за счет диффузной пропитки инфильтрации миокарда амилоидозом у них фракция начинает падать. И вот у этой пациентки фракция уже составляла порядка 30-35%. В то время фракционального гипертоника, вот самый обычный гипертоник, фракция выброса, как мы уже сказали, обычно очень хорошая. Дальше. Поскольку мы договорились, что это гипертрофия в кавычках, поскольку нет увеличения массы миокарда, то обычно для таких пациентов даже при сохраненной фракции выброса характерен диффузный гипокинез, который очень хорошо можно увидеть в М-режиме за счет развертки движения стенок во времени. Ну, а сегодня у нас есть такая мощная методика вспомогательная, как тканевый доктор, собственно говоря, если он у вас есть, я уже не мысли в своей жизни без него, потому что очень помогает дифференцировать. Для банального гипертоника характерны неосложненные высокие скорости движения метрального кольца, которые отражают глобальную функцию субэндекардиального слоя миокарда, отвечающего за продвижную сократимость. В то время как при амилоидозе эти скорости существенно снижены. Вот посмотрите, скорость движения метрального кольца септального сегмента составляет всего лишь 6,5 см в секунду. А поскольку пропитка амилоидоза касается и правых отделов сердца, то снижение амплитуды движения метрикоспедального кольца тоже всегда будет. И про правые отделы, о чем рассказывала Найда Дмитриевна, в этом случае забывать не надо, поскольку они всегда увлекаются. Помятаю почему человеку, Юрий Андреевич. Минжер. Вот, это первый, в общем-то, мой случай. Опять-таки, за что я очень благодарен Юрию Андреевичу Иваню. Поскольку амилоидоза встречается, все-таки, слава богу, не так часто, то увидев бы такое в 2008 году, я не знаю, догадался ли бы я, и сколько бы мне пришлось рыться. Но это львовянин, который приехал в Киев уже после того, как был проконсультирован Юрием Андреевичем. И вот то, о чем я вам сегодня рассказываю, собственно, я впервые прочитал в его заключении. Вот, посмотрите, какие правые отделы, утолщенный резко. Обычно не менее сантиметра стенка правого желудочка достигает. Ну, а поскольку, вот здесь очень хорошо видно, посмотрите, какая субкостальная позиция, толстенная стенка правого желудочка, как хорошо четко видна межпрецепная перегородка, пропитанная, вплоть до того, что она образует артефакт бокового лепестка, аммикирующий перегородку, да, и сами стенки правого пресердия. То есть, речь идет об абсолютно диффузном процессе. Кроме того, инфильтрируются не только стенки желудочковых пресердий, но и клапаны, да, еще раз обращаю ваше внимание. Поэтому для мелоидоза характерна абсолютно типичная, легкая, гемодинамически, как правило, незначимая, но недостаточность обоих от ревентрикулярных клапанов и реже агатального клапана, который там тоже пропитывается амилоидом. Ну и еще одним признаком, который есть практически всегда, это гидроперекар. Для мелоидоза очень характерно небольшое количество выплата. Это может быть как проявлением самого процесса, так и признаком декорденсации. Да, и вот вы видите, опять-таки, банального гипертоника с хорошей фракцией выброса, с хорошей визуализацией, но нормальная конструктура миокарда. А здесь визуализация, хоть и похуже, но есть матовое стекло, есть небольшое количество жидкости. А вот количество жидкости просто огромное. Это пациентка, которая лечит, лечилась от концентрической группы ГМП на протяжении 25 лет. Но пока фракция нормальная, спутать можно. Но для концентрического варианта ГМП абсолютно не характерно снижение, если она не обструктивная, фракция выброса и декомпенсация застойной сердечной недостаточности. Здесь вы видите, у этой пациентки на фоне постоянной формы фибрилляции предсердия фракция выброса уже в районе 25, и живет она практически в состоянии аносарки. Ну и наконец, еще раз надо подчеркнуть, амиллордоз – это всегда реструктивная академия коте, по сути своей гемодинамики. Поскольку миокард абсолютно жесткий и не способный расслабляться, то кровь, естественно, будет застаиваться в слабых камерах, в предсердиях. Застой в левом предсердии будет обуславливать рост давления в малом круге, застой в правых отделах будет обуславливать симптомы застойной сердечной недостаточности по большому кругу. И диастолическая функция обычно очень быстро развивается в двухтерминальных стадий через псевдонормализацию к необратимой республикции. Посмотрите, обычный банальный гипертоник, у которого нарушена релаксация. Если у пациента известное заболевание сердца, банальное, и у него всего лишь нарушение релаксации, кровевая стадия, мы знаем, что это хорошо. Это значит, что ситуация преднагрузки абсолютно компенсируется предсердии. У пациента же с миллордозом, независимо от фракции выброса, мгновенно формируется реструктивное наполнение, причем, опять-таки подчеркиваю, как слева, так и справа, потому что это диффузный процесс. И, естественно, что всегда был застой по большому кругу кровообращения. И совершенно типичный именно для всех реструктивных кардиомиопатий, помимо застойной нижней полой вены, не спадающейся, и отсутствия дыхательных коллабирований ее, парадоксальная реверсия потоков включеночных венов на вдохе. В норме должно быть наоборот. И это самый, в общем-то, такой ключевой момент дифференциальной диагностики реструктивной кардиомиопатии вообще с конструктивным перикардитом. И это тоже абсолютно типично для миллордоза. То есть диффузные изменения, матовое стекло и реструктивная гемодинамика обязательно всегда должны, в общем-то, заставить, заподозрить миллордоз сердца и дальнейший диагностический поиск с целью его подтвердить или исключить. Естественно, что по современным стандартам амиллордоз должен быть подтвержден орфологически, биопсией. Другое дело, что не всегда и не везде это у нас возможно выполнить. И варианты, которые, как правило, используются, они тоже далеко не идеальны. Посмотрите, аспирационная биопсия подкожной жировой клетчатки с передней брюшной стенки дает положительный результат, чувствительность не более 50%. Биотат стенки прямой кишки слизистого-подслизистого краев несколько чувствительнее, то тоже не более 70%. Поэтому, в общем-то, самый элемент это биопсия пораженного органа. С биопсией сердца, конечно, достаточно может быть сложно. Но помогают еще такие моменты, что амиллордоз никогда не поражает один орган изолирования. Поэтому, в общем-то, необходимо обычно тщательно сопоставлять данные анамнезообъективных данных и тех изменений на ЭФ, которые не соответствуют классическому течению от реальной гипертензии и гипертрофической кардиомиопатии, с которым амиллордоз очень легко перепутать. Вот интересный случай, насколько важно все-таки диагностировать, несмотря на то, что неблагоприятный прогноз. Это достаточно грустный случай. Женщина 50 лет, у которой не было известных каких-либо факторов риска кардиоваскулярного и цереброваскулярных заболеваний, доминопаузы, безвредных привычек, гипотоник, проводное давление 90-60-70. И вот в декабре 2009 года у него возникают симптомы застойной сердечной недостаточности уже по большому кругу. То есть вываливается в малый таз печени, нарастают отеки, она задыхается, идет в поликлинику, едет, снимает ЭКГ, и ставят, как говорят, добычный инфаркт перенески и начинают перелечить по кардиограмме. Лечат, лечат, а ей не лучше. Кардиограмма ее убит. Сказать, что какая-то, в общем, такая специфическая кардиограмма, мы не можем. Но болезноджим все-таки низковатый, правда ли? Вот. Крыг, небольшая инфаркта, подобные изменения. Третье отведение, можно быть, вот на задний боковой инфаркт. И начинает она лечится без особого результата. И в марте, феврале 2010 года, буквально с интервалом три недели, у нее два тяжелейших инсульта. Вот. С интерсисфоном в тяжелый неврологический дефицит. У нее полная гемиплики, у нее моторная афазия, к сожалению, моторная, лучше бы сенсорная, потому что она все понимала о своем состоянии. И постфактум, как обычно у нас это в поликлиническом этапе, вводится женщине и ставит диагноз гипертоническая болезнь третья стадия. Почему? На основании чего? Ну, это консульт живота, да? А то, что у нее никогда высоких цифр продавления не было, это как-то просматривается. И вот, слава богу, она попала в руки думающему неврологу. И она говорит, ну, гляньте ее еще со своей стороны, хотя там, естественно, неврологический дефицит бросается. И вот мы ее начинаем смотреть. Тяжелейшая гипертрофия с стенками под 2 см. Фракция выброса 32%. Спонтанное контрастирование, посмотрите, что появляется признаком тяжелейшего застоя. И еще один такой, не признак амелоидоза, а признак очень высокого давления в левом пресердии, очень высокой преднагрузки левого желудочка, характерного для эскрективной кардиомиопатии, это то, что трансфорокальным эхо мы в двухкамерной позиции визуализируем у колевого пресердия. В норме его не должно быть видно. То есть, классическая картина, небольшая, трикоспедальная, небольшая, метральная, недостаточно. Все структуры пропитаны, нижняя полая вена стоит. Сейчас мы до этого дойдем. Посмотрите, какая у нее анасарка, у нее уже асцит. Что самое интересное, здесь неизолированная форма, у нее был креатинин 800 с копейками. То есть, это сразу уже наталкивает на мысль о том, что... И интересно, посмотрите, настолько выражены гидроторок, что это у нас левая синусы, а это картинка справа. Но через выпад мы добиваем до сердца. В общем-то, ситуация достаточно, недостаточно, крайне грустная, естественно. Она скончалась через полгода после этого инсульта. Вот посмотрите, реструктивная гемодинамика как слева, так и справа. И низкие, крайне низкие, диффузно. Центральный сегмент метрального кольца, боковой сегмент метрального кольца, трикоспедальное кольцо. Везде, по данной тканевой дотерографии, скорости очень низкие, несмотря на гипертрофию. То есть, мы уже понимаем, что это не гипертрофическая кардиомиопатия, потому что при гипертрофической кардиомиопатии в целом сократимость будет сохранена. Нижняя полая вена с парадоксальным реверсией потока на вдохе. И у нее, к сожалению, уже амилоидоз был подтвержден постмортем на вскрытии. Но дело в том, что можно же было раньше сделать эхо, поставить этот диагноз задать женщине варфарин, потому что здесь совершенно понятно, что ее инсульты носили эмболический характер теми тромбами, которые неизбежно образовывались в ушке левого предсердия. Хотя, в общем-то, далеко не всегда все так очевидно. С позволения Юрия Андреевича я представлю этот клинический случай, поскольку мы оба принимали участие в судьбе, к сожалению, покойной ныне девочке, львовянке, очень красивой, которая приехала к нам уже будучи обследованной, ну, люди в отчаянии уже собирали, коллекционировали мнение. И когда мне попросили ее посмотреть, низкая крайняя фракция выброса, вы видите, диффузный гиппокинез, вы видите, очень характерный эхо-сигнал, можно заподозрить матовое стекло, но тут всегда нужно помнить, кого ты смотришь, потому что одно дело, если это здоровый мужик, а другое дело, худенькая, стройная, струнка-тодзвенка, девочка, еще и в кахексии, поскольку застойная сердечная недостаточность. Поэтому фракция выброса у нее на тот момент 26%, посмотрите, вот этот срез на уровне попиллярных мышц показывает, как будто бы диффузный гиппокинез, да? Ну, дальше мы сейчас будем смотреть. Гемодинамика, рестриктивная, рестриктивное наполнение левого желудочка, рестриктивное наполнение правого желудочка, тканевые доплера, метральное кольцо, латеральное, септальные сегменты, скорости низкие, трикоспедальное кольцо, скорость 7 см в секунду, нижнее полое, застойное, со спонтанным контрастом, на вдохе не коллобирует, да? есть реверсия, есть реверсия, то есть уже сформировалась рестриктивная гемодинамика, то есть вроде бы все подходит, правда? Вот, но что меня смутило, ну, во-первых, присмотревшись, здесь не настолько толстые стенки, с одной стороны, с другой стороны, есть явная асимметрия, посмотрите, пожалуйста, вот сюда, все-таки межулочковая перегородка, будут потолще задние стенки, хотя и не в два раза, так как это характерно для асимметричной ГКМП. Ну и, наконец, меня очень насторожил тот факт, что здесь есть нарушение региональной сократимости, если вы посмотрите на средства уровня метрального клапана, то вы увидите, что задняя половина перегородки, нижнедиафромальные сегменты, именно базальные, стоят на месте, что для амилоидозов совершенно не характерно и указывает на какую-то очаговость, да? Вот, и это тот случай, где трансторакальное эхо, конечно, не в состоянии дать ответ на этот вопрос, и здесь можно только гадать. Но учитывая то, что у нее перегородка в самом толстом месте 1,8, а задняя стенка 1,3, все-таки это больше похоже на гипертрофилическую кардиомиапатию. А почему же тогда вот такая рестритивная гемодинамика с крайне низкой фракцией выброса 25-30% на фоне мерцания? Смотрите, индекс массы миокарда расчетный 193 грамма на метр квадратный. Ну, вот у Ирины Андреевича под рукой есть МРТ сердца, оказывается, у девочки была гипертрофическая асимметричная кардиомиапатия. И вот на фоне предсуществовавшей асимметричной ГКМП она перенесла миокардит, что потом было подтверждено уже постмортен, поскольку цежли левая, да, я вам предавал ей по этому археологию, да. Вот. Поэтому, конечно, бывают сложные дифференциально-диагностические случаи, когда мы не можем сразу ответить на этот вопрос, да, наверное, и не должны. Но в большинстве случаев амилайдос подозревать все-таки надо, поскольку он встречается, и на сегодняшний день, в общем-то, почему-то его стало больше. Как ваши ощущения? Да. Я так само на первом положении, потому что раннейшее... Что тут можно... А, тоже закинуть? Ништя. А. Вот. Теперь о простом немножко. Но очень часто бывает наоборот, и хотелось бы вернуться к первому докладу Юрия Андреевича, который я абсолютно полностью поддерживал, потому что необходимость, в общем-то, какой-то унификации нашего видения, она должна быть, потому что каждый день приходится сталкиваться со смешными курьезами. И вот пришла ко мне женщина 52-х лет, жалоб нету, заколола вот здесь вот. Да? Оцените, как вы... Что вы скажете? Что здесь за потолок? Сократимость высокая, стеночки тоненькие, полости не дилетированы. Посмотрите, как мощно, интенсивно все сегменты хорошо работают. 52 года это, по сути дела, вариант идеальной нормы. Там и был вариант идеальной нормы, у нее абсолютно нормальная диастолическая функция, высокие скорости, кинез хороший, ВМ-режиме пересмотрено, но есть физиологическая регламентация на трикоспедальном, на метральном клапане. Но посмотрите, какой красивая графика потока через метральный клапан, посмотрите, какие красивые пики тканевого доплера, да? Ну и сутка стальна, хотел посмотреть там, наличие патологических шунтов, тоже ничего не увидел. Почему же мне пришлось столь пристально это все изучать? Потому что женщина пришла в слезах, вот, и мы читаем вот такую вот вещь. Ну, во-первых, фракция 65,9%, это просто, ну, верх в точности. А во-вторых, мы бачим, не зарошение овального векна, где воно взялось. Мы бачим пролап задней стулки метрального клапана першой степени за реформітацію першой и другої степени. Ну, так надо определиться. Первая степень – это легкая, а вторая – это умеренная. И первая можно расценять как физиологическую, а вторая – это явная патология. Недостатність трикоспедального клапана першой степени функционального генеза. Так если функциональный – это вариант нормы. Зачем его вообще описывать? Незначна функциональна недостатність клапана легеневого артерии. Мы все прекрасно знаем, что небольшая регургитация на клапане легеневого артерии. Чаще есть, чем ее нету, и это тоже норма не описывается. Дискинезия межшлуночковой перегородки. Девочки, я бачу. Видели, что там абсолютно синхронное сокращение. Делянка незначной гипокинезии, переднюю перегородочную верхівку и стулки. Стинки левого шлунка. Не надо, не надо. Мы же не озвучиваем фамилию. Я прекрасно знаю, что вы знаете. Можно только сказать, что человек видит гипокинезу у каждого второго. А пролапсометрального клапана в 75% случаев. В 35-40% от него приходит заключение с незавращением овального окна. Насколько нужно обладать острым зрением, чтобы вычленить делянку незначной гипокинезии середнюю в архивку увидел у задней стенки левого шлунка? Что это? Ценность информативная. Во-первых, человек понимает, что он тяжело болен. У нас и так невротиков более 50%. Дефект 1 мм. А, да? Один? Дефект между пересертами перегородки. А, да. Дефект. Да, 1 мм. Представляете, он видит дефект. Понятно, что мы все прекрасно знаем, но я уже коллекционирую просто эти случаи. Вот. И, наверное, причина всего скроется вот в этом. Контроль УЗИ через 6 месяцев. Вы телефоне врача на обратной стороне. Понимаете? То есть, на самом деле, здесь эхокардиография, в общем-то, которую мы считаем искусством, наверное, да, превращается просто в тотальную профанацию метода. Вот. И просто, честно говоря, это стыдно брать в руки. Вот просто... Вот это дефект. Красивый. Посмотрите, какая блямба цветная украинской ассоциации эффектив. Узная фотография больницы, УЗД. И, значит, футбряка 87-го года рождения. Такой кровь с коньяком. Знаете? Мама хватает ребенка под мышку и изума не бегом ловит такси и несется в Киев, потому что маме сказали, что все, сын умирает. А мы считаем, что снижена фракция в выгоду 47%. Ну, конечно, если по таку косовым режиме ее измерить, можно намерить фракцию любую, наверное. А дальше мы читаем. А, потом, что на передней стенке левого шлунка до 14 мм. Ну, конечно, если в м-режиме взять косовую срезку, можно и 2 мм намерить. А дальше мы читаем то, что это не кардиолог. Я себе такого не позволяю писать, если я выполняю служебную функцию эхокардиографиста. Выявлено непорушение локальной з коротловости левого шлунка свитчать про профивную ишемию гибернирующую гомеокарду, в скобочках жертвовоздатного гомеокарду. Пиддию по стейной ишемии по задней стенке. Как он еще живой, этот ребенок, я не знаю. Вот и такого, в общем-то, полно. Поэтому, в общем-то, те рекомендации, которые мы создаем, их, конечно, явно недостаточно. Но я думаю, что мы действительно должны будем заняться на уровне нашей ассоциации все вместе коллегально, наверное, с созданием определенных стандартов аккредитации. Благодарю за внимание. И еще один нюанс. У нас есть сайт кафедры. И я, наверное, начну в ближайшее время. Приходите. Все интересные клинические случаи, которые у меня бывают, я их буду постепенно выкладывать, делиться, отвечать на вопросы. Идиск Укр.нет, это пока что мой личный ящик с паспордом, с логином и паролями, куда я тоже обычно выкладываю. Это электронная флешка, если попадаются всякие вот такие вот интересные случаи. Идиск. Благодарю за внимание.